Всевышний Аллах говорит в конце Суры Хиджр, обращаясь к пророку, алейиссаляту вассалям. Мы знаем, что их слова ранят тебя. Аллах знает все наши внутренние страдания, боли, переживания, вне зависимости, таим ли мы их в себе или говорим о них. Если ты находишься в таком положении, что твоя грудь стиснута, и ты утопаешь в своей тревоге, то какой же выход? Как обрести покой и успокоить сердце? Давайте послушаем, что нам говорит Аллах в таком случае. Восслав же Господа твоего хвало и в знак благодарности за благо Ислама и совершая намаз. Будь одним из тех, кто совершает земные поклоны. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не придет к тебе. Имам Насафи говорит, постоянного зикра и множества земных поклонов тебе будет достаточно, и это снимет твою печаль. Не забывай поминать Аллаха, даже когда испытываешь душевное терзание. Ведь только поминанием Аллаха успокаиваются сердца. Восславь своего Господа. Говори «Субханаллахи вабихамди». И повторяй настолько, насколько тебе необходимо, пока не испытаешь спокойствия и удовлетворения в своем сердце вновь. И будь из тех, кто совершает земные поклоны. Встань и помолись. Поди ниц перед Господом. И задержись в земном поклоне. Аллах – Он тот, кто ведает обо всем, что на небесах и на земле. И Он тот, кому все подвластно. Аллах говорит, что поминанием Его успокаиваются сердца. Рассказывается, что был один мужчина. Его мучили сильнейшие боли, и он переживал много трудностей в своей жизни. Он мог пропускать намазы, и все в его жизни было в беспорядке. В какой-то момент он начал совершать все намазы вовремя. У него спросили, что на него повлияло. Он ответил. Я долго искал и не мог найти того, кто бы мог выслушать и понять мою боль и терзание. Аллах – видящий и слышащий, и я обращаюсь к Нему по пять раз в день. Он нашел покой и удовлетворение в намазе. Дорогие братья и сестры, вы должны обращаться Аллаху и жаловаться Ему о своем беспокойстве и трудностях. Обращайтесь к Аллаху, поэтому нами даны обязательные молитвы. Пусть Аллах сохранит нас от того, чтобы просить у кого-то помимо Аллаха. Аллах говорит. Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность не придет к тебе. А самая большая убежденность – это смерть. То есть Аллах нам говорит не сворачивать с пути праведности и быть постоянными на Нем, пока не придет смерть. Пока мы будем пытаться быть стойкими на Его пути, Аллах будет помогать. Если даже ты испытываешь трудности и проблемы, Аллах не забыл тебя. Он знает, Он непременно выведет тебя из тягот. И ведь будет компенсация в этом мире и в следующем за перенесенные трудности. В суре «Ан-Нахль» Всевышний говорит. Пришло повеление Аллаха. Судный день наступит, в этом нет ни малейшего сомнения, не торопите же его. Причист он и возвышен от всего, что они к нему приравнивают. Судный день непременно наступит. Относитесь серьезно к своему оставшемуся времени, братья и сестры. Относитесь серьезно к своим намазам. Поставьте шариат Аллаха на то место, на каком он должен быть. Пусть Аллах примет наше деяние и укрепит нас на его пути до того, как мы встретимся с ним. Субтитры подогнал «Симон»